всем с добрым утром жду всех когда присоединятся все те кто хочет яркости красок света вот первые люди первые живые проснувшиеся воскресенье утром вы все герои сразу вам скажу доброе утро всем доброе утро рада приветствовать всех вас в нашем теплом и уютном магазине привет привет те кто первые присоединяются все все уже знают даже говорить не надо вера спасибо вам огромное с первым днем осени всех то поздравляю вас всех наконец-то я не знаю мне кажется нет такой вязальщицы которая переживает по поводу наступления осени мне кажется мы все радуемся мы радуемся и можем с чистой совестью забить на все и вязать интернет да вот сейчас хорошо будет поэтому мы на позитиве мы всегда со спицами в руках вооруженные да и ни капельки не переживаем по поводу того что наступает осень наоборот мы все расчехляем тех все те кто возможно себе по какой-то причине не позволял взять летом возможно это были дачи возможно вопроса не вязалась летом да пока на улице тепло вот сейчас официально плюс 7 плюс 10 и прекрасно вяжется уже все теплое все такое по-настоящему осенние также поздравляю всех с первым сентября но я думаю поздравления школьникам и мамам школьников будут завтра сегодня у нас еще такой день релакса последний жизнь наша меняется меняется расписание наше меняется наш уже за лето устоявшийся уклад летней жизни да мы нам всем немножечко приходится перестраиваться но что обязательно нужно сделать нашим школьникам это конечно же связать вязаные носки мы сегодня будем говорить об этом в том числе потому что они у нас после школы все гуляют всегда да и до школы идти тоже важно чтобы сохранить здоровье которое нас за лето накопили для деток поэтому вязаные носочки это мне кажется один из самых таких важных атрибутов которые нужно иметь каждому ребенку но дети они же у нас не любят носки вязаные носить совершенно ну как бы бабушкина бабушкина все а если мы свяжем носки из вот такой пряжи который мы сегодня будем смотреть с вами в эфире то никаких протестов абсолютно не будет наоборот они будут просить о свяжи нам еще пару еще 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 потому что здесь есть такие расцветки сейчас я вам буду все показывать и есть такие расцветки которые просто но они вот поднимают настроение они вдохновляют и ходить эти носки да на улицу и пойти опять же погулять даже в такую какой-нибудь промозглую погоду сейчас я вам буквально парочку цветов для затравки покажу потому что невозможно это скрывать представляете например вот такие носки во первых это самые неоновые модные цвета здесь ярко розовый ярко зеленый ярко фиолетовый и ярко синий да вот такая вот гамма цветов если вы такого цвета свяжите носки то мне кажется их вообще любой оденет подросток даже самый привередливый доброе всем утро у кого-то дети уже идут на работу до длинные не улюх секции сейчас посмотрим покажу вообще расскажу про пряжу аркабалена немножечко небольшое вступление расскажу про секции про каждый цвет порекомендуйте модель мужской шапкой из паэллы ой ну я думаю что мужчинам из паэллы крось кроме как ну либо резинкой вязать но паэлла она резинку не очень держит вязать поплотнее и не ждать что она будет сильно пружинить можно добавить какую-нибудь нитку что-то с эластаном связаны например нитку спандекса чтобы она ее держала или связать модель шапки может быть каким-то узором на в любом случае какая окантовка то отворот он будет возможно все равно резинкой а вот дальше вверх можно вязать каким-нибудь узором таким мужским да скажем типа вафельного можно вязать сильно там узоров то тоже не накрутишь можно связать араны классические свида аран смотрится всегда хорошо только не забудьте на номер увеличить спицы на араны если вы будете прям вот их перекрещивать да и у вас их там будет много мне кажется араны над виде всегда хорошо смотрится поэтому вот что-то наверное такое так сейчас посмотрю что писали доброе утро всем так привет привет на наташа привет ирина добрый день утром так ладно будем считать что все поздоровались промотаем а моя завтра в магистратуру ой как здорово тоже очень классно в любом случае учиться мы не знают я лично очень люблю учиться лишь учусь всю жизнь и как бы мы узнаем новое как бы вот привить это передать это нашим детям до чтобы они тоже кайфовали от того чтобы получали новые знания да не как сказать не с какой-то обязанностью повинностью дошли в школу это наша главная задача и так давайте перейдем к теме эфира если есть какие-то вопросы задавайте их я постараюсь ответить если по теме лучше если не по теме постараюсь ответить после разговора об аркабалена и так что за пряжа кто не знает да кто я знаю думаю что очень много это у нас уже в магазине третья поставка этой пряжи 2 как бы две предыдущие были почищены в ноль не осталось ничего буквально вот может вот такусенький моточек остался с прошлой поставки вот но сейчас пришли все новые красивые яркие цвета это пряжа она знаете такой как бы ее нас нельзя назвать не стоком ее называть нельзя регуляром такой полусток полу регуляр регуляр регуляром ее назвать нельзя потому что артикулы постоянно новые и ничего не повторяется да но это пряжа как нам по крайней мере обещали она будет с некой периодичностью выпускаться и ее можно будет купить еще но до главное правило регуляра это регулярные как регулярные у нас цвета до регулярные названия цветов артикула сейчас я кстати сайт напишу пока помню это потом уже вся пряжа на сайте это для тех кто торопится для тех кто хочет ухватить это пряжа относится к тем которые прикреплю комментарий пряжа относится к тем которые исчезают со скоростью звука именно поэтому вот в случае с этой поставкой я очень вас всех прошу забыть про директ почему такая ситуация да потому что каждая бобинка практически каждая в единственном экземпляре где-то их две где-то в самом лучшем случае их три но небольших да но в основном каждая бобинка она практически уникальна вот у них буквально у меня тут штук наверное сколько 35 цветов примерно да и помочь разводила 35 или 36 цветов и все было по чуть-чуть то есть вот один например цвет очень красивый кстати да такой нежный вот и вот он все то есть вот здесь ну на скидку здесь грамм 400 с небольшим может быть 500 вот вот весь остаток именно поэтому правильнее грамотнее всего будет вам пойти на сайт ввести в строке поиска аркабалена сейчас я вам это слово напишу но в принципе я его писала и в stories аркабалена в переводе радуга да с итальянского не удивительно что так этот артикул назвали да потому что тут буйство красок все цвета радуги вот поэтому так назвали радуга можете встретить много где этим словом часто что-то называют да такое красочное яркое вводите в поиске строке поиски на сайте о нитке вводите аркабалена смотрите какие есть цвета метраж нам подписан метража 2 это такой краткий как бы экскурс для тех кто хочет прямо сейчас побежать и заказать метража 2 ну практически 2 это 400 на 100 это классический метраж четырех нитки под спицы где-то 22 25 два с половиной зависимости от того кто как вяжет это если мы про носки до которые мы хотим все-таки вязать плотно если мы вяжем эту же пряжу но вяжем например из нее бактус или свитер такое тоже возможно сейчас расскажу а то мы и вяжем где-то тройка может быть даже до трех с половиной вполне возможно следующий метраж это у нас 6 нитка тоже такой как бы классический термин для носочной пряжи 6 нитка они метраж 250 на 100 до это те матки когда от обычно если мы в матках пряжу смотрим они обычно тут по 150 грамм и идет триста семьдесят пять метров 150 грамм это вот фабричные мотки этого тоннажа то есть 250 на 100 у нее метраж если на 100 грамм пересчитывать это для носков спицы три с половиной и для свитера это четверка то есть если мы будем вязать свитер из нее то мы возьмем где-то четверку с хлопком есть с хлопком есть есть чистый хлопок есть носочка одна с хлопком вот такая вот такой цвет это артикул опять же можете повести ага нет артикул какой же не 30 36 29 08 36 по моему вот этот если я не ошибаюсь но посмотрите по фотографии найдете она одна такого нежно-лавандового оттенка лавандовый голубой белый ну такой бело-серый и она с хлопком часто для нее дойдем это знаете что это не стопроцентный хлопок это именно носочная пряжа с хлопком здесь примерно ну вот точно я не знаю потому что состава у нас нет мы можем только сказать состав по аналогии с другими пряжами хлопковыми которые мы видели и которые есть у производств классических до которые производят мотки обычно там бывает примерно 40 допустим 40 шерсти 40 хлопка 20 полиамида примерно какой-то такой состав то здесь есть и шерсть и хлопок да это вот считается носочная пряжа с хлопком а есть чисто стопроцентный хлопок который к носочной пряжи уже никакого отношения не имеет но он тоже выпускается в артикуле аркабалена он тоже помечен хлопок то есть вы его тоже найдете он будет называться также аркабалена только там будет подписано хлопок это что касается если заказывать на сайте до расход сначала сначала получается чуть-чуть вперед да потому что я понимаю что наверное как бы мы не дойдем до некоторых цветов они уже исчезнут сайта поэтому сразу вам краткую инструкцию до расход поскольку эта пряжа с очень длинными секциями она непредсказуемые это не матки которые четко рассчитаны уже производителями смотаны надо брать всегда больше то есть для того чтобы вам связать два носка таких хороших высоких берите 150 грамм не 100 как обычно а 150 если вы возьмете совсем впритык например вы знаете что у вас на два носка уходит там 50 грамм а если вас совсем небольшая нога там допустим кон 30 нам 2 3 4 размер вам может хватить 50 грамм на носки 4 нитки но при этом вы попадете что у вас один носок будет белый второй бы носок будет красный но вполне реально такое вот как бы вы можете посмотреть до секции длинные вы попадете что один носок у вас будет например вот коричневый белый а второй бордовый чтобы такого не происходило берите больше лучше вы свяжете скомбинируйте эти цвета свяжите две пары свяжите носочки на подарок какому-нибудь малышу потом из остатков то есть вы себе выкроете из этого количества какой-нибудь красивой красивую пару да а потом уже остатки утилизуйте куда-нибудь еще вот то есть по количеству не мельтешите по маленьким количеством тем более пряжи недорогая совсем она стоит 280 рублей за 100 грамм она хорошая найдет везде и всегда до 29 08 36 спасибо большое вот мне же помощники есть те кто сейчас кого компьютер перед глазами кто мне может помочь что касается то есть минимум 100 4 нитки лучше взять с небольшим запасом чтобы покомбинировать секции сейчас расскажу еще один секрет про эту пряжу но чуть попозже дальше если мы берем 6 нитку если мы берем 250 на 100 толстенький метраж то обычно идет 150 грамм в принципе здесь тоже можно этим же количеством обойтись то есть тут нет необходимости брать 200 потому что все равно нам эти 150 они дают возможность по поколдовать с цветами опять же здесь немножечко придется подумать головой да когда мы будем это дело вязать потому что нет такого что вот ты берешь и вяжешь и все само само ложится нет здесь возможно вам придется покомбинировать ага начали один носок с этой секции посмотрели связали там кусочек из другого кусочка да чтобы она совпала по цветам если вы хотите одинаково если есть такая задача потому что многие вяжут и не париться что получится то получится главные носки вот так это вкратце вам что и как заказывать да а сейчас еще немного об истории то пряжи да я начала говорить это если для тех кто бегом бегом начала говорить про то что это полу регуляр полусток полу регуляр он потому что мы не можем спрогнозировать придет ли этот цвет и не можем его до заказать то есть мы не не можем повторить этот цвет поэтому он как бы не до регуляр не дотягивать до регулярной пряжи несмотря на то что появляется во многих магазинах постоянный у нас в том числе то есть раз в два в три месяца поставка будет обязательно привезем еще если сейчас не хватит не переживайте в плане вот ну вдруг не хватит там по количеству но на пару то есть на носки выберите сразу с запасом чтобы не было такого что вот у вас не совпало и вы не смогли довязать изделие ужасная таркабалена намучилась я с ней с этой подборкой цветов и узлы попадаются узлы попадается в любой пряжи с подборкой цветов опять же да здесь кому как больше нравится то есть во первых кто-то вяжет да кто-то хочет расслабиться а для кого-то это как квест да создать свои носки как каким-то образом там посмотреть в принципе обычно когда вы берете достаточное количество пряжи проблем у вас не возникает если мы все-таки про носки говорим да потому что вы допустим нас многие перематывают эту пряжу смотрят как там ложатся секции и там уже смотрят ага вот у меня тут пару раз повторилось голубое я начну с этого и создам то у меня голубая будет резиночка светлая будет все остальное то есть вопрос как подходить как как бы с каким настроем к ней подходить если вы от нее хотите того что допустим будет было у вас в моточной пряжи да возможно у вас будет как бы что-то такое ну такой наравне с разочарованием какое-то может быть даже где-то негодование ой а как почему сейчас я расскажу еще один секрет почему так почему у них такие длинные секции так и вязала сейчас то один носок то другой можно так а я связала два детских свитера без подборки получилось прекрасно и весело до 2809 36 артикула на сайте нет а вы знаете да наверное 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 нет вот тогда по этому артикулу просто я его заводила вчера и видимо не знаю почему не выгрузилась может с какими-то ошибками на сайт выгрузка была потому что артикулы до этого были созданы раньше а вот этот я создавала вчера потому что его в общую поставку забыли ну значит его точно не не утащат это точно это уже хорошая новость давайте сегодня проверим по нему именно вот по это если вы хотели именно ее мы посмотрим можем сделать тогда тогда вот по ней можно написать direct то есть по ней можете написать direct мы умею отложим сфотографировать я щас буду все показывать еще с обратной стороны с хорошей камеры и еще раз посмотрим хорошо чтобы вам было виднее в течение дня сегодня постараемся выгрузить заново сделать выгрузку и надеюсь что этот артикул появится так конечно про носки есть много других марк носочки где очень хорошо можно подобрать чередование полос естественно только вы не забывайте про то что 100 грамм пряжи матках да почему выбирают аркабалена 100 грамм пряжи в носках стоит примерно в районе 600 рублей 620 здесь вы получаете за 100 грамм за 280 рублей это разница большая раза в три и это для многих критично и они лучше купят побольше этой пряжи свяжут много разных мазков чем купит один моточек той и свяжут каждый выбирает по себе мы все разные у нас всех разные задачи вот лежите бактусы и будет вам счастье или гольфа да можно вязать бактусы аксессуары можно вязать полосатые рукава у свитера например да свитер связать однотонный взять один цвет от который вам больше нравится акцент на нем сделан в этой пряжи сделать из него перед и спинку да а рукава довязать из носочки толщина аркабалена одна или разная я уже сказала про толщину есть 400 есть 250 и есть один артикул который мы написали что он 300 вот такой цвет вот такой арти номер артикула 29 0806 у него метраж заявлен как 300 метров потому что он пяти нитка вот он такой удивительный уникальный он и не четырех нитка и не шести нитка вот такой пришел он единственный он получается чуть потоньше чем 250 на 100 и потолще чем четырех нитка то есть это что-то среднее она всего одна бобинка вот в этом цвете пропустила состав какой состав у всей пряжи если мы говорим про шерстяную носочку под которой шерсти полиамид он идет 80 на 20 то есть 80 процентов шерсти 20 полиамида где-то на этикетках может быть 75 на 25 но это практически ничего не меняет пять процентов туле в другую сторону это вот считается условно мы это все называем 80 на 20 одна бобина соответственно есть хлопком вот такая да и есть стопроцентный хлопок это не носочная пряжа но называется и выпускается той же фабрикой называется также аркабалена и она у нас на сайте висит как аркабалена хлопок однотонный есть нет в этой поставки однотонных не было совсем покажите еще раз сиреневый цвет аркабалена от скринить давайте я попробую на эту камеру показать вот так вот я надеюсь получилось сделать скриншот так почитаю еще вопросы здравствуйте здравствуйте всем кто приходит для бактуса жестковата пряжа нет вы знаете она есть разные опять же поскольку это такой ну а на мы ее относим к стоку все таки потому что она вся разная она приходит не гарантированно какая-какая сами видите здесь толщина может встретиться вообще даже 300 метров состав здесь идет официально 80 на 20 но я вам точно могу сказать что например вот в этой пряжи в составе меринос а вот в этой в этом цвете обычная шерсть это к вопросу о том жестковата ли пряжа да если вам попадется такой артикул в котором будет меринос мы не разделяли на сайте меринос или не меринос да то есть она все идет как как бы как шерсть вот не разделяли по в названии да не писали вот если вам попадется меринос я сейчас вам расскажу по цветам да пощупаем каждую я я могу это определить только на ощупь ну и вы то же самое тоже когда вы получите пряжу вы поймете разницу и вот это например мериносовая а вот это которая более пушистая она идет шерстяная с это именно классическая вещь я вечер шерст такая ну как обычно носочки классическая носочка так детские штанишки очень развеселые кофточка да взяла 100 грамм на выкраивала 75 грамм 10 носки опять же говоря осталось 25 грамм что можно сделать можно вот 105 не интересно брать 100 из 100 получается да вот действительно где-то на 75 грамм женские носки такие полноценные но еще останется если вы возьмете там 120 или 130 или 150 вы вполне можете выкроить две пары а тут остается эти 25 грамм не 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 туда не сюда единственный вариант их утилизовать будет очень хороший кстати я счастлив тоже об этом хотела бы на этом сделать акцент по поводу вязание жаккардов и по поводу вязания это надо было мне конечно показать ну покажу может быть следующем эфире сейчас движу второй носок и покажу вам у меня есть дома проектная сумка в этой проектной сумке я скидываю остатки от всей носочной пряжи которая когда-либо взяла то есть осталось например 25 грамм я туда положила осталось еще 20 грамм я еще туда положила в общем в итоге мне накопилась целая сумка вот такой разноцветной пряжи и такой и такой и какой-нибудь вот такой то есть вот все это она у меня лежит в одной куче и я вижу офигительные носки зигзагом миссони то есть узор миссони когда идет вот такой зигзаг до убавки прибавки нет прибавки убавки да если в верхней точке нас будет при бабочке здесь будут убавки то есть я вижу вот таким зигзагом и использую каждый цвет из я его меняю каждые четыре ряда и постоянно постоянными такие пестури зигзагов носки зигзагом получается то есть утилизовать вот эти мелкие отдельные остаточки носочной пряжи их просто надо подкопить вот когда вы подкопите хотя бы остатки от трех носков у вас получится отличные яркие красивые носки поэтому никогда как бы не переживаем по поводу остатков это просто основа для следующего проекта так а мне понравилось что все художественно уложиться да я сейчас вот расскажу секрет один на самом деле у меня на 36 зеркабалена ушло 70 грамм секции сошлись только до пятки секции вообще сходиться не должны сейчас вам расскажу почему сколько уйдет пряжа на бактусе на свитер 44 размера так кстати да был вопрос про бактус и сейчас еще раз его озвучу когда мы берем пряжу на бактус то мы рассчитываем по метрам чаще всего бактус и шали палантины ну вот как бы треугольные платки большие они очень легко рассчитываться по метрам я уже ни в одном эфире давала эту как такую шпаргалочку мини бактус это 400 метров средний бактус это 600 метров полноценный хороший такой вообще прям платок закутаться это 800 метров то есть вот запомните для себя эти цифры 400 600 и 800 минимальный хороший чтобы закрыть допустим шею и вот так завернуть завязать это вам хватит 400 метров да то есть у вас будет треугольничек и кончики которые вы завяжете вот здесь это 400 метров и дальше уже смотрите как насколько больше вам надо если вы планируете носить вот этот бактус на верхнюю одежду берите 600 или 800 если вы планируете носить этот бактус на шею под куртку под пальто да чтобы буквально вот только вот было здесь закрыто то соответственно ведь можно взять 400 да и соответственно если мы каким-то детям подросткам вяжем то тоже ну поменьше можно взять потому что они сами небольшие их можно укутать их 400 метров вот поэтому для бактусов 400 600 800 то есть если переносить на эту пряжу то вы смело можете взять 4 нитки 100 грамм это будет маленький бактус если вы возьмете 150 грамм это будет средний бактус если вы возьмете 200 грамм это будет большой вот и все у у меня 1000 метров на бактус что же это будет планируется пряжу извести будет такое прям вау пледик можно сделать знаете что можно сделать извести дак трачки можно бахрому сделать много пряжи уйдет остатки я хотела с однотонной полосками до следующий вариант это взять моток однотонной носочной пряжи она ну вот к счастью или к сожалению есть сейчас в мотках до счастью что есть к сожалению что нет однотонной в аркабалена значит берете просто допустим вот у вас осталось не знаю там 25 грамм от носков этих вы покупаете 50 грамма точек самая бюджетная хорошая носочка в мотках она стоит 260 рублей за 50 грамм соответственно покупаете вот этот моточек 1 и вяжите еще одну пару можно как купить можно купить 100 грамм пряжи чуть-чуть забегу вперед да кто уже на сайт посмотрел они уже видели вот эту новогоднюю серию это прямо вот новогодние носки рождественские вот покупайте например вот такую и покупайте однотонную хотите белую хотите черную хотите красную там хотите зеленую в общем любую которая вам нравится из этих сразу же с этой пряжей вот сейчас например при заказе носочки вы выбираете 100 грамм вот этой пряжи и заранее прикидывайте что я извежу потом остатки и берете один моточек однотонный можно так сделать можно купить его потом но в любом случае это тоже вариант да и хороший вариант мне тоже много остаток ничего страшного остатки это не страшно остатки это групп простор для творчества вот то есть мы поговорили про то что это получается не до регуляр не достоп то есть вот мы его воспринимаем больше как сток но стоп который будет постоянно наверное так а почему у вас на сайте сразу нельзя оплачивать это потому что сайт недоработан почему у нас есть онлайн оплата на сайте почему нельзя оплачивать можно просто обычно какие-то моменты бывают что у людей не рассчитывается доставка что-то у них не получается оформить тогда тогда получается что люди отправляют заказ ждут подтверждение нашими девочками нами и потом уже мы выставляем счет и оплачиваем вы можете оплатить онлайн почему нет вот относимся к этой пряжи как как бы как как бы такой все-таки ближе к стоку несмотря на то что пряжа получается постоянная от поставки поставки так скажем да то есть она не будет у нас все время в магазине лежать потому что ее обычно сразу покупают всю и сильно долго затягивать покупкой тоже не стоит да то есть тоже опять же вот наших не отношения есть разные пряжа на шапку-то пряжа подойдет ну очень аккуратно в принципе подойдет из нее вязать можно она тоненькая просто не ни один недостаток она вот по та которая четырехнитка она тоненькая из такой пряжи можно вязать двойную шапочку бине то есть вот двойную бине когда она вас идет полосатенькая и потом второй слой того внутрь но опять же как вариант для профилактики того что у вас чувствительный лоб потому что часть пряжи все-таки мы не забываем что это шерсть я на когда будет действовать система накопленной скидки при оформлении на сайте скорее всего никогда потому что я так ну потому что мы скорее изменим систему скидок здесь дело в том что наша система которая находится товары в магазине да и вот вся вот эта учетная штука 1с она никак не коррелируется и короче из нее нельзя вычленить вот этот кусок и встроить его на сайт это технически невозможно поэтому что-то будет меняться просто мы будем вводить ну у нас сейчас есть идеи на этот счет мы скорее всего просто снизим все цены в магазине на сумму скидки и будем вводить промо коды то есть это единственное что работает в интернет-магазинах у них нет накопленной скидки не работает эта штука есть бонусные системы которые работают и можно встроить есть промо коды которые работают а вот такую постоянную нашу скидку с учетом накоплений к сожалению строить на сайт нельзя поэтому вот с точки зрения если мы про это вопрос спрашиваем то просто мы что-то поменяем постараемся естественно сохранить ваш как бы те бонусы которыми вы пользовались да возможно это будет виде там промо кода на какую-то покупку первую после вот это изменение системы в общем что-то сделаем но скорее всего он просто снизим цены вы показывали после выставки способ вязания паутинки мохер вы поконтрастная с номер кабалена подойдет для этого да отлично подойдет спасибо за совместник соленой анастасия пожалуйста очень здорово что отзывы такие положительные нам очень приятно что все у вас складывается так какие еще вопросы про аркабалена нужно осветить до того как я про нее покажу расскажу что она бывает разная по системе как бы скрутки но это я щас покажу сейчас переверну штатив и покажу да и самое главное сейчас раскрою самый главный вам секрет на секунду буквально отойду забыла взять моток тот который хотела вам показать он очень информативный для того чтобы показать как все носочные пряжи можно вязать эту пряжу с подмотом для бактуса из нее можно взять все что угодно сейчас я вам покажу образцы у нас есть вот такой образец с мохером причем это классическая четырехнитка но она связана была с мохером на спицах я не знаю наверное пятеркой в общем короче никакими 225 тут не пахнет совершенно то есть это спицы очень большие крупные за счет мохера она получилась вот такая пушистенькая хороший сейчас покажу поближе образец переключу вот отлично вообще то есть мохер подматывается к носочной пряжи шикарно и это можно вязать жилеты кардиганы все что угодно из нее можно вязать единственное вот уточняйте по поводу как бы меринос не меринос но мы сейчас с вами все цвета посмотрим итак давайте я вам сейчас переключу камеру и сейчас переключу камеру и и и покажу самый главный секрет аркабалена который мы разгадали совсем недавно и для нас это было открытием тоже как и наверное сейчас будет для вас мы догадались почему такие секции аркабалена так переключаю так сейчас скажите мне потому что у меня тут микрофон чего-то зачудил а насколько слышно или нет совместник соленый очень понравился не успеваю до закрытия нельзя ли продлить жизнь аккаунта пожалуй да я думаю что мы это сделаем я поговорю с аленой но я думаю что да многие многие возможно не успеет поэтому подумаем над этим слышно все окей хорошо итак смотрите в чем секрет я думаю что глядя на эту картинку глядя на эту картинку вы сами все обо всем догадаетесь смотрите в чем суть раньше вот эта часть пряжи в секции аркабалена многими нашими покупателями те кто покупал когда-то в первой поставке когда еще многие не в курсе были и не знали вообще что это за пряжа они это называли не прокрасом но когда у нас пришла вот эта пряжа то есть вот эту светлую или контрастную часть в секции называли не прокрасом но когда у нас пришла это пряжа мы все поняли да смотрите чем секрет в том что из длинной секции которая идет однотонная или более так который не похоже на всю остальную в нашей пряжи из нее вяжется стопа то здесь идет пестрое 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 соответственно да здесь тоже идет немножечко яркого а вот эта часть получается условный такой не прокрас да который раньше раньше все его так называли вот из него вяжется вся стопа вот на эту и соответственно длина этих гольф высокий они очень высокие то есть если мы я не прокрасом связала носок и пятку почти угадала отлично видите как у вас получилось в общем если у вас вы перематываете свою пряжу и вы понимаете что какая-то часть у вас идет допустим там вот однотонная или длинная это значит это на стопу то есть вы можете уже заранее предугадать да как вот примерно она ляжет ну вот и все собственно говоря вот в этом есть маленький секрет пряжи аркабалена я конечно очень сильно советую вам пряжу перематывать потому что именно при перемотке мы можем с вами угадать с расположением тех вещей в носке да или если в изделии это может быть все что же угодно не носок там тот же свитер например мы можем каким-то образом это распределить или определить этому какое-то четкое место да так все это я показала давайте посмотрим образцы поближе и потом я покажу пряжу вот смотрите образец с мохером он очень воздушный он очень достаточно крупный вот по руке если смотреть да видите какие петли совсем не маленькие здесь желтенький мохер был во всей основе соответственно нити и идет секции те которые идут мы не меняли секции это было из прошлой поставки я видела моточную носочку там как образец показан гольфом где не прокрас идет на высокую часть гольф очень длинная секция сам носочек полосатый ну вот видишь наташа значит можно как вариант это сделать наоборот опять же это творчество это креатив и вы это задумывайте сами вот у нас из прошлой из этой носочки мы еще не вязали сейчас посмотрим какого цвета может быть останется побольше жалко просто переводить потому что ее очень мало в зале из прошлой поставки смотрите какой был вариант да то есть идет мягкие мягкие градиенты перехода идут жесткие полоски здесь вы сами как хотите можете сделать то есть вот это как раз и была задумка того что например вот это шла стопа а дальше шел полосатый верх вот гипотетически предположим носок синенький это был от другой пряжи этот был другой цвет но это просто как примеру как могут вложиться секции да это был другой другой оттенок мы просто вместе связали два был розово-черный вот этот цвет и вот такой синий это у нас с вами была мериносовая носочка сейчас покажу ее на пух да на то какая она выглядит вот такой небольшой под пушек до забыла сказать еще по с точки зрения куда и кому вязать до плюс этой пряжи она очень практичная то есть за счет вот этих 20 процентов полиамида пряжа очень практичная она не вытирается она не закатывается и ее можно использовать как хвост и в гриву да вот такой у нас был образец это была шерстяная аркабалена это шерсть не меринос шести нитка есть есть смотрите на сайте вот это была шести нитка у нас образец был связан но туговато правда но шести нитка можно сделать family носочки одна пара на стопу не прокрас другая на резинку можно можно как угодно я говорю что это творчество это креатив это ваши как бы это ваш ваши задумки ваши ваши идеи белорозово-черные как у меня значит я неправильно отмотала секции но нет ничего неправильного да вы просто как бы вы так вот отмотали как вы видите совершенно не обязательно прямо вот угадывать на все сто процентов до опять же производителем задумано одно мы можем сделать совершенно другое это это наше право пойдемте посмотрим цвета я здесь вчера расставляла от более темным к более светлым очень много в этот раз классических расцветок да то есть расцветок не вырви глаз расцветок более спокойных что значит шести нитка давайте освещу этот вопрос если есть потребность сейчас только найду где отмотать где размотать краешек сейчас шести нитка и четырех нитка это такие понятия которые есть в пряжи для носков они уже устоялись со временем вот смотрите то есть вот эта пряжа сама нить вот это она состоит из четырех ниток скрученных между собой я думаю видно то попробую положить то есть у нас вот здесь две и вот здесь две скручены то есть всего в этой нити четыре тоненькие перекручены между собой шести нитка сейчас дойду до шести нитки шести нитка это соответственно ну тут как бы очень легко догадаться что это шесть ниточек перекрученных между собой раскручу попробую вам побольше чтобы было понятней да можно было их посчитать вот так это примерно выглядит да то есть вот 33 слева 3 справа него так мне раскрутились то есть шесть ниток это определяет метраж то есть чтобы не знаю так уже при при во первых это привыкли мы а во вторых это пишут все производители пряжи то есть вот на упаковках софы да это муж неправильно читаю он по-немецки то есть четырех нитка сейчас покажу вам на матках на сочной пряжи вот такой то есть на каждой фоплай это вот если с переводом да на английский есть то есть на каждой вот этой вот моточки всегда написано какой она кого на метража вот 6 нитка вот они видите пишут 6 нитка то есть это определяет ее метраж и для как бы общепризнанно то есть есть описание определенные для носков есть как сказать ну как бы уже такие носочные пряжи очень много лет уже самом деле это у нас в россии вязали носки из чего угодно а европа вся обязалась носочной пряжи я из нее вяжу полосками как как из мохера пуловер отлично есть цвет похожий на розовый манхэттен от лана гата не оригиналы на бакс кажется не хватает и я думаю что ира тебе проще всего посмотреть на сайте потому что на сайте все цвета сфотографированы и нормально сфотографированы то есть я думаю что там можно подобрать ну спокойно того того может быть оттенка который тебе хочется закончить сейчас скажу какие с шерстью какие с мериносом я постирала штанишки в машине они не подвалялись пряжи как новый конечно каждого своя машинка но мои точно можно стирать такую пряжу вообще это пряжа предназначена для стирки в машинке любая пряжа носочные которые есть 25 20 25 процентов полиамида она предназначена для стирки в машинке девочки кто вязал долго не протирается еще железобетонную пряжи носки или такой не бывает а скажите а вы вязали из хороших немецких пряж типа грунделя или регии у вас протираются носки вот мне этот вопрос интересен я правильно понимаю что пряжа прокрашена рапортом на один носок купив 100 грамм я могу перемотать на два клубочка по 50 грамм и свяжу два одинаковых носка верно но не совсем знаете почему потому что мы получаем пряжу на бобине из какого момента мы начинаем разматывать никто не знает то есть у нас нет то есть один из вас купит 100 грамм пряжи 2 купить 150 кто-то купит на свитер кто-то копит на носке кто-то купит на носки ребенку то есть с какого момента мы начинаем мотать. То есть у нас нет нити индикатора. Как вот на этих носках, которые промышленные, у них каждая секция отбивается секцией контрастной нити, то здесь ее нет. Здесь они идут все по очереди. И если бы так было, было бы классно. Но у нас нет индикаторов вот этих. Поэтому мы и говорим, что надо брать чуть больше, чем 100 грамм, чтобы иметь возможность найти это начало. Носки из реги неубиваемые. Ну вот мне интересно, просто вязали ли из реги или из глюнделя, потому что они неубиваемые. Они все, в принципе, по одного уровня качества, и они не протираются. Поэтому что ее искать? Она всегда есть и была. Носочная пряжа, которая прочная. Цвет арбуз. Кто-то его называет арбузом, а кто-то его называет рождеством. Рождественской пряжей. Сколько красоты, глаза разбегаются, приеду к вам сегодня. Я вчера, когда сфотографировала их и заводила, у меня слюни просто до пола текли. Потому что очень красивая, очень классная пряжа. Поняла, значит, глюнделя железобетонная. Возьму ее. Глюнделя реги, любая пряжа, она подойдет. Попробуйте из аркабалена, она тоже должна не протираться. Сколько грамм брать бобины на носки? 120? 120-150. Смотря какой высоты носки хотите. Так, давайте посмотрим. Пришло очень много цветов таких. Я вчера убилась их просто называть. Потому что и это серый, и это серый, и это серо-сизый, и это серый. Все они какие-то похожие. Я им, конечно, придумала каждое оригинальное название. Так что, если вы на сайте будете заказывать, вы их увидите и поймете. Они отличаются друг от друга. Например, вот у этой серенькой есть оливковые такие вкрапления, да, зеленые, и бежевые. Здесь, соответственно, видите, серого не так много. Он весь светло-серый, темно-серый. Вот в этой пряже у нас с вами преимущественно темно-серый графитовый цвет, да, и совсем немножечко встречается чего-то светлого. Такие вот как именно, то есть в большей части они у нас будут более темные носки. Давайте, смотрите, вот этот цвет, если вам важно, меринос, не меринос, опять же, из мериноса носки будут более мягкие, если мы про носки говорим, но они будут больше растягиваться. Но это свойство мериносовой шерсти. Из шерсти кто какие носки любит? Есть люди, которые любят вот именно прям по-настоящему шерстяные носки. Вот ощущение, чтобы было как от шерсти. То есть всякие вот слегка, может быть, слегка жесткие, да, но жесткие это в плане не вот негатива жесткие, а именно фактура шерстяной. Росление, это точно хотя бы хомяк оживился и жабу поборол. У меня из Аркабалена носки протерлись за неделю дома ходила. Ну ничего себе. Я вот такого точно не слышала. Интересно. Вообще пряжа с полиамидом, она не должна так быстро вартираться никогда. У меня вот носкам из носочной пряжи толстенькой лет 6-7, может даже. В общем, много уже. Ну да, она чуть-чуть на краях уже такая подостерлась. Надо бы ее подштопать, грубо говоря, но нормально они живут у меня. Прекрасно. Покупайте тогда, попробуйте, если из Аркабалена попротерлись, попробуйте, купите для сравнения регию. Вот просто для сравнения. Свяжите одни носочки из регии и точно при такой же эксплуатации попробуйте в них походите. У вас будет свой собственный опыт, который не заменит ничто. Носки быстро протираются на ламинатных полах. Но опять же, если носки для дома, можно пришить какую-нибудь фетровую подошву, как вариант. Ну не знаю, хотя я тоже в носках дома хожу. Ношу носки из мериносового Аркабалена в ботинке, все окей, даже не протерлись. Может вязать посвободнее, чтобы быстро не протирались? Нет, наоборот. Вы знаете, чем плотнее связано, тем как бы лучше для носки. Обычно чем рыхлее связано, тем меньше прочность у полотна. И с точки зрения катышков всегда образуется больше катышков, если вдруг рыхло связали. И с точки зрения протирания тоже свободно, ну не работает это дело. Можно еще и вязать усиленную подошву. То есть подошву вязать джаккарда. Вязала носки внуку из грундель с кашемиром, быстро скатались и растянулись. Насчет растянулись, это просто, значит, вы не связали образец. Потому что они растягиваются очень, это не с кашемиром, это из-за мериноса как раз в составе. Они очень нежные, это самая нежная пряжа из грундель, которая с кашемиром. Но они имеют обыкновение после стирки разъезжаться, причем размеры на два. Поэтому это надо учитывать в образце, когда вы вяжете образец. У меня носки вообще из Денигал, наши новости отлично. Ну вот, видите, опять же, кто как носит, все по-разному. Я в дундажах на носках уже год хожу и норм. Ну да, опять же. Вот, силиконовые точки спасут носки. Да, можно силиконовые точки попробовать нарисовать. Видите, сколько советов. У меня носки из Апална сочного 8 лет, они мне уже надоели. На пятку подмот нужен, чтобы не протирались? Нет, вообще для этой пряжи подмот не нужен. Но у нас есть носочная добавка от Регии. Сейчас покажу ее. Ее также можно посмотреть, выбрать на сайте. Она называется Двухнитка. Регия Двунитка. Стоит 60 рублей вот такая намоточка. Она идет, по-моему, сколько, 5 грамм, да? 5 грамм фасовка. И вот этой вот добавки на две пятки хватает. То есть вот вы одну ниточку, просто не меняя спиц своих, теми, которые вы вяжете, просто добавляете вот эту еще одну нитку. По составу она абсолютно такая же, как и обычная носочка Регии. Она делается именно для плотности, добавляется. Цвета есть разные. Опять же, посмотреть можете на сайте. Тут у меня три серых оттенка. Какой вам больше подойдет? Светло-серый, темно-серый. Ярко-синий, темный, синий, джинсовый. Бежевый есть. Опять же, это можно сделать в контраст, можно сделать в какой-то однотонный, ну, как бы поярче, да, цвет выделить. Даже которого нет. Коричневый, бордовый, яркий, красный. Классический красный, зелень. Ну, вот это то, что сейчас есть. Можете их приобрести, например, и добавлять в пяточки. Так, опыта у всех много, очень разный. Можно антискользючки приклеить в потенциально дырявые места. Яна, новогодний, какой размер артикула? У вас же есть силикон? Да, у нас силикон есть, но совсем чуть-чуть, потому что с ним у нас проблема, потому что его нельзя возить в холодное время года, поэтому вот то, что с лета остается, есть. А при отрицательных температурах его нельзя доставлять. Поэтому мы вам его даже, ну, как бы отправить в холодное время года не сможем. Пока плюсовая температура еще можно, а когда минус, все, уже не отправим, потому что, ой, оно просто не дойдет. Они очень чувствительны к температуре. Сейчас вот осталось две баночки черных и три баночки красных. По-моему, если одна из них не тестер, а нет, одна из них тестер, значит две красных, две черных. Вот так вот. Вот то, что сейчас есть, а вот это у нас тестер. Стоит 540 рублей, называется АБС Латекс. Тоже, можете опять же реги набрать и по реги найти. Вот, это про, 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 про точечки. Так, пойдемте с вами посмотрим цвета, да, пообсуждаем то, что есть, потому что совсем немножко времени осталось. Если мы все-таки, наверное, пойдем на второй час, смотрите, как хотите. Если вопросы останутся, пойдем. Значит, это обычная новогодняя носочка, вот просто классическая, да, то есть здесь немножко розового есть, но в целом это вот красный и зеленый. Опять же, розовый, это вот то, что выбивается, да, из полосок. Так, она называется 32-й, он заканчивается на 32-29-08-32. Это шерсть, это не меринос. А есть еще вот такая носочка, это шести нитка, и здесь тоже, в принципе, очень похожи цвета, по-моему, что-то с конфетти или хлопушками, я не помню, как-то так называется. Вот, то здесь тоже, в принципе, есть ощущение такое, как бы вот красный, зеленый тоже встречаются, но более яркие цвета. То есть здесь еще более есть и розовый, и сиреневый, и больше белого. То есть он такой похож, но совершенно уже такой более разнообразный. То есть это вот ближе к классике, той, которую выпускают все производители, которые выпускают рождественские серии. Вот. А вот эта толстенькая шести нитка, это цвет 07. 29-08-07. Вот такой. Но он помягче чуть-чуть, хотя это тоже шерсть. Вот 100% на которые мериносовые артикулы, можете себе записать и посмотреть. Это 29-08-08. Вот это 100% вот этот, по-моему, вишневый пирог, или вишневый бисквит. Вот этот. Он точно мериносовый. Точно мериносовый 29-08-06. Вот это, которая 300-метровая пряжа. Точно мериносовая, точно мериносовая. Вот насчет этой я уже не скажу. Она, знаете, как мягкая шерстяная. То есть, опять же, видите, поскольку состава, ну, как нет такого четкого деления, да, она приходит вся в одной куче, поэтому мы только тактильно. Вот она шерстяная, потому что у нее, видите, пуха больше намного, чем у мериносовой, но она достаточно мягкая, потому что есть пожестче. Это 10-е, 29-08-10. Этот его совсем немножко. Такой бобик небольшой. Так, точно меринос вот этот. 29-08-25. Вот это меринос. Хотя тоже, вот вы знаете, где-то грань есть между мягкой шерстью и мериносом. Так, тактильно. Что у нас там помягче? Это шерсть, это шерсть. Вот этот классный, прям неоновый. Мне очень нравятся вот эти цвета. Такие прям дискотека. Вот это меринос. 26-й, 29-08-26. Вот на носки бы я, не глядя, брала любую. Просто за цвет, который вам нравится. Но если вы хотите из нее вязать свитер или бактус, тогда вот уже стоит задуматься о том, мериносовая ли она. Потому что, если к телу, особенно, ну, например, там деткам, хотите свитер связать или комплект, вот смело берите вот этот цвет, он будет мягонький для детей. В любом случае, детки, ну, не будут возмущаться ни по поводу чего, да. Это 26-08, ой, 29-08-26. Вот такой нежно-голубой джинсовый. Вот этот светлый. Ой, ну вот этот на грани. Здесь я даже не скажу. Он, в принципе, он мягкий. Но, опять же, вот это мягкая шерсть. Но не меринос. Это, знаете, кто? Это 17-й, 29-08-17. Вот такой вот ледяной. Подскажите, пожалуйста, возле чего такого красивого фиолетового показывали подмот к пятке, моточки лежали? Там однотонко, да, замерзший силикон на выброс. Подскажите, возле чего лежали? Давайте посмотрим, что у нас тут лежало. Тут у нас лежит однотонная, вот как раз то, что я вам говорила. Если взять бобинную пряжу, вот эту Аркабалена, и один моточек однотонкий, то вы можете много что скомбинировать, да, если у вас будет в цвет однотонная пряжа. Прямо подобрать цвет. Это Hot Socks от Грюндель. Вот так называется пряжа. Стоит 260 рублей за 50 грамм. Они есть у очень многих цветов. Сейчас покажу. И вот как раз здесь лежали вот эти у нас. Вот эту коробку я положила, вам показывала. И еще вот тут она же. Морская волна. Зелень. Черный, коричневый. Горчица. Терракот. Бежевый. В общем, у нас вот две, два стеллажа по две полки. В общем, ее, ее много. Цветов достаточно много. Поэтому тут есть, что выбрать и что подобрать. Можно к длинно-секционному, можно подобрать однотонный аркаболин. Однотонного аркаболина нет, к сожалению. Именно поэтому я вам предлагаю выбрать из вот этих, посмотреть опять же, да, тот цвет, который вы выбираете. Зайти на сайте, выбрать Hot Socks, Uni, да, вот этот, то, что они идут однотонный. И подобрать. И подобрать, взять, например, вот к серенькому, вот серенький, ну, условно говоря, да, вот такой. Вот. То есть можно вот так брать и уже комбинировать. У вас появится больше, гораздо возможностей для комбинирования. Мы даже часто, ой, продаем, у нас покупают часто так носочку, именно моточную. Покупают один моток однотонный и один пестрый. 150 грамм. И вяжут два, две пары. То есть, например, ну, как-нибудь вот так. Да, то есть получается 150 грамм. Это выходит обычно две пары женских носков. Вот так. Коли шерсть однотонная, хочу чулочки из нее. Да нет, особо не колючая. Она такая, чувствуется, что шерстяная, но она не колючая. Пойдемте с вами во второй час сохранимся, этот первый. Где закончили, там и начнем. Далеко не пойдем, пока я вам поподбираю варианты однотонной и яркой. Привет всем, еще раз. Я надеюсь, что большинство из вас перескакивает автоматом. Ждем вас всех. Будем говорить про носки дальше, потому что все-таки осень наступила, имеем полное право. А то как-то летом было не комильфо о носках разговаривать. Вроде как тут тепло, мы провязанные носки. Сейчас теперь можем. Мы первый час закончили на том, что... Сейчас пойдем еще посмотрим с вами цвета, да? Первый час закончили на том, что можно к секционной подбирать однотонную и как бы этим самым расширять себе, опять же, поле возможностей для творчества. Часто бывает так, что из однотонной предпочитают вязать, например, пятки, мысочки и резинки, а из секционной весь носок. Или абсолютно наоборот, да? То есть, как вам больше нравится, как у вас душа лежит, так и вяжите. Еще раз расскажу, что частая покупка очень у нас в магазине это именно вот такая комбинация. 100-граммовый моток пестрой секционки и 50-граммовый моток однотонный. Зачем так берут? Аркабалена вытягивается после стирки. Опять же, мериносовый чуть вытягивается, шерстяной нет. Зачем так берут? Обычно из одного мотка выходит вот уже по первому часу, мы с вами очень много отзывов увидели, что действительно так оно и есть. 70 грамм в среднем хватает на женские носки. То есть, у нас остается с вами ни о чемный остаток в 30 грамм, из которого мы ничего сделать не можем. То есть, 70-75 грамм у нас уходит на женские носки, остается небольшой остаток. Чтобы этого остатка не оставалось, берут еще 50 грамм. Это мы про 4-х нитку говорим. И у нас с вами из 150 грамм получается 75 и 75. Получается 2 пары женских носков. И как раз взяв однотонную к пестрому, к полосатому, мы имеем возможность связать однотонные какие-то элементы, сделать джаккард, в общем, все что угодно. То есть, вот это очень частая покупка в нашем магазине. Именно поэтому я вам говорю и про Аркабалена в том числе. То есть, вот, например, такой вариант может быть, это может быть вот такой вариант. На самом деле, они все, вот когда одной фирмы сделаны, они все очень классно между собой сочетаются. Вы можете какой хотите цвет вот отсюда взять и выделить его в отдельной нитке. То есть, нравится такой, берите такой. Вот такой, например, вариант может быть. Давайте еще какой-нибудь вариант придумаем с вами. Вот эта пряжа, кстати, очень похожа на Аркабалена. Безумно похожа. Сейчас я вам отнесу и покажу. Так, здесь можно взять какой-нибудь бежевенький можно взять, более спокойный вариант такой сделать. Вот такой. Смотрите, как похоже вот эта пряжа на то, что у нас здесь сейчас стоит. Только не забываем, про то, что этот моток стоит 620 рублей, а вот этот цвет стоит 280. Смотрите, как очень похожа цветовая гамма сама по себе, только она чуть-чуть понасыщенней. Здесь даже тот же голубой есть. Вот он, видите? Только здесь более насыщенность выше у цветов. А так цветовая гамма вот прям очень-очень похожа на вот эту. Вот. То есть, да, смотрите на сайте однотонные моточки и подбираете к вот этой Аркабалена. Можете взять 100 грамм тогда этой и, например, 50 той. И у вас уже какие-то возможности появятся побольше. Вот. Этот очень красивый цвет это шерсть такой прям лесной. Да, лесная гамма осенняя. Есть несколько цветов, у которых идет такой необычный необычный способ плетения. Да, необычный способ скрутки. Видите? Есть одна контрастная нитка из, допустим, вот эта из, сейчас скажу, сколько у нас здесь, это из шести ниток и одна из шести она идет контрастная. То есть, идет в секции и плюс еще они опутываются одной контрастной. Такие цвета это второй 29.08.02 Вот такой очень красивый необычный цвет. Такой же цвет есть вот такой. Это у нас 18. 29.08.18 Вот такой. Видите, да, эту нитку. Шести нитка по 420 рублей. Это вы про что? Про моточку или про Аркабалена? Аркабалена весь 280. Весь Аркабалена он 280 рублей за 100 грамм. У меня такая же. Отлично. И вот такая еще есть. Это, по-моему, осенний букет называется. Цвет 29.08.03 Вот такой. Вот их всего три. Больше таких нет с таким контрастным. Более пестрые они немножко получаются. Но это тоже, опять же, интересно. Вот этот очень необычный, красивый, нежный цвет. Это шерсть. Ну, такая мягкая шерсть. Это 22. 29.08.22. Давайте поподробнее покажу вот этот артикул. Он единственный. И он, если видите саму структуру нитки, то сразу обычно те, кто уже вязал из носочной пряжи с хлопком, они понимают, что вот именно так выглядит носочная пряжа с хлопком в производителях, ну, как бы обычных брендовых, да, у нас с вами и регия такая же была, и у грунтеля такая была. Вот. Это такая система вот скручивания, да, она идет, потому что сейчас расскажу, почему такая особенность, потому что когда мы скручиваем шерсть и хлопок, они у нас по-разному прокрашиваются, да, то есть впитывание, степень впитывания краской шерсти, она намного выше, чем у хлопка и прокрашивая их вместе, вот эту пряжу соответственно ее сначала скрутили, а потом прокрасили и прокрашивая ее одновременно мы получаем, что шерсть, которая более темная, она у нас вобрала в себя краску и прокрасилась сильнее, а вот эта нитка, которая плетает, хлопковая, она прокрасилась светлее, и поэтому у нас получается вот такая немножко меланжированная нить. это с хлопком, это соответственно получается где-то 40% шерсти, 40% хлопка и 20% полиамида, это такой демисезон, хотя кто-то из этой пряжи и на лето вяжет, вот это, то есть он такой уникальный, отдельный, да, другого такого нет, сейчас еще вам 100% меринос найду, вот этот еще 100% меринос, ну как 100% я имею ввиду там без сомнений, без всякой тени сомнения, там 80 на 20, конечно, но я имею ввиду, что я не сомневаюсь, что это меринос, 29 08 25, вот этот цвет, он тоже мягкий, и вот этот тоже очень мягкий, это у нас с вами 29 08 27, вот этот темно-серый, тоже мягонький, вот это шерсть, вот это, ну вот это что-то среднее, даже не знаю, скорее шерсть, это, но мягонькая шерсть, вот из серых, наверное, вот так, здравствуйте все, так, какие еще очень интересные красивые цвета цирк какой-то напоминает мне, цирк шапито, смотрите, какие тоже цвета классные, опять же, если у вас, например, девочка, держите ей нежные носки, вот Assistant, такие нежные носочки, смотрите, какие, да, цвета, вот, если у вас мальчик, вот есть классный цвет для мальчишек, вот этот вообще, Смотрите, какой классный. Мне почему-то он вообще напомнил гонку Формулы-1. Не знаю почему. Вот я вчера в 2 часа ночи сидела, давала имена этим пряжам. Так что не обессудьте, кто будет смеяться над названиями. Не смейтесь. Это было в 2 часа ночи. Вот. Вот такой цвет мальчиковый классный. Прям вообще отличный. Не знаю. Я была бы мальчиком, улюбилась бы этот цвет. Это шестинитка толстая. Вот в таком цвете есть классная. Ну и вот этот цвет. Мне тоже кажется, что мальчишкам классно бы подошел. Вы не ответили. Длинные секции у всех артикулов? Нет, конечно. Каждый артикул, он уникален. Иногда по тому, как накручена пряжа, мы можем догадаться о том, что у нее внутри. То есть мы видим пряжу ровно так же, как видите ее вы. Поэтому мы видим, что на срезе у нас получается много, например, одного цвета и немножко другого. Этим самым мы, как бы это нам дает понять о том, что секция это скорее вот. То есть часть вот эта плюс часть розовая. До следующего светлого цвета. То есть вот этот боковой срез бобинки, он часто нам может ответить на вот этот вопрос. Идет длинная секция или нет. Соответственно, если вы видите более пестрые цвета, ну, например, как... В принципе, у них у всех секции достаточно длинные, но они могут быть высококонтрастные или низкоконтрастные, да? То есть вот здесь у нас получается высокая контрастность между вот светлым условно и темным. А вот здесь у нас с вами, да, секции тоже будут, они тоже будут полосочками. Например, они могут быть, они могут быть и четкими полосочками. Мы пока вот такой образец не свяжем, мы не узнаем, да, какими полосочками она ляжет. К сожалению, из каждого цвета, еще раз, да, повторяю, что мы связать образец не можем, потому что пряжа приходит в количестве одной бобины и чаще всего ее покупают очень быстро. Да, опять же, из-за стоимости, из-за востребованности. Вот, то есть вот это четко видно, что она ложится за программированными полосками. Грубо говоря, как вот эта модена. То есть вот четкими полосками. И здесь никаких сюрпризов не будет. А может она лечь вот так, да? Вот как раз про ту секцию, которую мы говорим не про крас. То есть часть идет пестренька, 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 бац, цвет яркий один какой-то. Здесь тоже можно предположить, что, возможно, будет так, да? Мы видим о том, что здесь есть цвета персиковый, светло-серый, нежно-сиреневый. И идет светлый, ну, допустим, там он как не совсем белый, он такой беломолочный. Вот. То есть вот этот цвет светлый, он может встречаться и быть как бы таким ярким пятном на вот этом пестром. Но с другой стороны, поскольку вот эти оттенки, они очень светлые, сильного перепада между ними не будет. Вот здесь, на вот этих бобинках, я вот смотрю, например, вот на этот цвет, и мне кажется, что здесь будет поспокойней переход. То есть я вот здесь не вижу на срезах чисто какого-то большого крупного куска белого цвета, да, например. Белый есть, но он как-то равномерно распределен. Вот на обеих бобинах смотрю. Ну, опять же, когда перематываем, мы это можем понять, ну, как бы яснее, да, когда мы разматываем эту пряжу, нам становится понятнее, есть там кусок, когда вот эта нитка сходит, есть там какой-то контрастный кусок или нет. Но вот эта, она будет более однородная пряжа, точно могу сказать, даже если там встретится что-то, но она будет более однородная, этот цвет, 24-й, вот этот. То есть смотрим на вот эти торцы. Видим здесь вот этот белый, да, скорее всего, вот он здесь будет светлый белый цвет, возможно. То есть она идет как бы слоями такими. Я только зашла, сколько стоит носочка? 280 рублей. Так, покажите 08-29 светлый. Вот этот, сейчас посмотрю, я потому что не вижу здесь. Да, 29-й светлый, вот этот. Он такой мягкий молочный цвет. Он именно прямо вот хороший-хороший молочный. Он не просто белый, у него такой теплый оттенок есть. И зеленые фисташковые, я его назвала вчера нуга с фисташками, или фисташковая нуга, в общем, как-то так, потому что мне напомнило вот это, прям как будто орешки здесь. То есть здесь есть пестрые крапушки небольшие, да, вот их видно, вот такие они коротенькие. И буквально иногда встречаются пара витков, получается, вот этих зеленых оттенков. То есть здесь и светло-зеленый вот такой, и темно-зеленый, и вот такой как хаки, ближе к коричневому. И несколько крапушек. Такой приятный очень тоже оттенок. Это у нас с вами, по-моему, шести нитка, если я не ошибаюсь. Не вижу. Здесь надо считать концы, а может и четырехнитка. Нет, четырехнитка. Такая хорошая, пухленькая. Это кашемир стопроцентный. Вот такая очень, такой милый нежный цвет, приятный. Вот этот очень красивый тоже. Но у него будет, получается, здесь видно, да, что идет в основном основа красная, такая красно-розово-бордовая, фиолетовая. И буквально где-то будет встречаться вот эти вот туры с серым и светлой ниткой. Да, вот такие, как искорки белые. То есть вообще пряжу, вот что внутри пряжи, можно понять по вот этой штучке. Ну и видно, опять же, да, если мы видим торец у нас вот такой, а боковушка, ну, допустим, светлая, вот такая светло-розовая, ну, мы явно понимаем, что этого розового здесь будет, ну, немало. Да, ну, будет хорошей секцией тут встречаться. Вот этот пестренький, этот совсем пестренький. Здесь, мне кажется, нет четких секций, таких прям явных. Вот это, в этом нет четких секций. А вот в этом явно видно, как это, как годовые кольца у деревьев, да. То есть здесь прям явно видно, что оно одно переходит в другое. То есть вот светлая часть, потом будет синяя, синебирюзовая. Потом снова светлая, бело-оливковая такая морская волна. Потом снова, вот они прям, видно, как кольца чередуются. В жаккарде это фуксии изумительно. Да, смотрите по поводу еще жаккардов и всего остального, да. Опять же, однотон, взятый в пару однотон, нам даст шикарную возможность. Я вот сейчас очень хочу сделать совместник в ближайшее время по носочкам. Когда мы с вами берем пряжу вот такую секционную, да, такую конкретно секционную, и к ней берем в пару, ну, что-то очень контрастное. Ну, гипотетически, например, какой-нибудь темно-фиолетовый, да. Вот здесь есть немножко его буквально, да. Это значит, что все-таки по тону нам сюда подходит. И на фоне вот этого темного оттенка жаккардом вывязать, то есть темный у нас будет основа, а вот это будет жаккард. Опять же, здесь можно сделать как? Это наша любимая утилизация остатков. Вот представили себе, что у вас осталось 30 грамм от носков. Вы связали первые носки, и у вас осталось 30 грамм. Вы берете 100 грамм однотонной пряжи, и вот эти 30 грамм извязываете вот в эту часть носка, да, жаккардом же можно вязать весь носок, а можно не весь. Можно связать жаккардом только вот эту часть носка, например. И вот эти вот ваши 30 грамм вы ввязываете жаккардом в рисунок вот сюда, например. Или ввязываете жаккардом, тоже вот очень советую, почему говорила про укрепленную стопу, особенно если вы носочки носите дома, вяжите вот эту стопу жаккардом один на один. То есть одна нить вот эта, одна эта, одна эта, одна эта. То есть у вас здесь постоянно будет еще дополнительная протяжечка, и у вас по сути будет укрепленная стопа. То есть тоже классно можно сделать. Я носки с жаккардом очень люблю, знаю, что многие не любят, и что им тяжело их вязать, и они у них не растягиваются. Я очень хочу носки с жаккардом себе, и вот у меня есть один образец, который я вязала тестовый, только ради того, чтобы просто продемонстрировать пряжу. Такое тоже может быть. Причем я вязала не ленивым жаккардом, а самым обычным. Но здесь не рисунок так сделан, что протяжечки, сейчас я сниму вам носочек, покажу его на руке. Что протяжечки здесь небольшие, да, то есть вот они коротенькие достаточно. Да, рисунок так сделан, что больше чем 3 петли протяжки нет, а то и меньше. Вот. То есть и при таком варианте они и растягиваются неплохо, да, и они получаются прочные, классные. То есть вот, не знаю, пытаюсь вам их растянуть. Понятно, что они будут растягиваться не так, как простые носки, но они растягиваются. Пытаюсь вам рукой растянуть. Вот. Поэтому жаккарды тоже с вот этими цветами не отметайте. Можно еще сделать как. Тоже такое, я знаю, делают. И получается отлично. Например, вы берете вот этот цвет, ну, контрастный, да, смотрим, высококонтрастные цвета или хотя бы там более-менее подходящие. И, например, вот этот темно-серый. И вяжете жаккардом их с друг другом. То есть у вас получается на вот этом сером фоне узор из вот этого цвета. Здесь можно комбинировать. Можно взять чуть ближе по цветам, да, все-таки, чтобы не такой дикий сумасшедший дом был. Вот так, например, можно взять. То есть вот эти цвета тоже будут очень красивы. Можете их брать, прям вот брать этот, брать этот и спокойно себе вязать жаккардом. Вот. Но на жаккард берите тогда на пару, точнее, на две пары женских носков не 150, а берите 200, потому что жаккард, он съедает больше. К молочному аркабалену светло-серый махер подойдет, смотря куда. То есть если вот к этому брать светло-серый махер... Кстати, у нас в новой поставке есть махера. Сейчас мы с вами еще их тоже посмотрим. Так. Здесь есть, кстати, вот этот махер вот к этому аркабалена. Если кто-то хочет вещь, то это будет обалденно. Два махера пришли. И вот если такой, то не подойдет. Потому что получается, что у вот этого светло-серого махера оттенок такой серо-сиреневый, а у пряжи он идет молочный и теплый, потому что идет оливка, а оливка у нас несет в себе теплый оттенок. Давайте посмотрим, к чему он может подойти. Можно еще варежки жаккардовые связать. Делать простейший изор, но из-за полосок они будут... Да, очень красивые. Так, давайте посмотрим. Ну вот я ко всем серым, если подносила, мне как-то не очень серым они. Вот у нас есть красивый махер вот такой. Сейчас попробую снять сверху, даже не знаю, дотянуться как с бобинкой. Вот такой цвет махера миссони, вот такой еще можно сюда попробовать подобрать. Или сейчас пойдем посмотрим к маткам. Даже не знаю, я бы сюда, мне кажется, ближе к коричневой. Вот смотрите, как красиво смотрится. Если из чего-то выбирать, то вот это сочетание мне нравится намного больше, чем серый. То есть у него теплая гамма с коричневым. Ну да, вот я говорю с коричневым. Как-то у меня с шоколадом можно попробовать вот с таким. То есть вот у него теплая гамма. Вот я бы выбирала из вот этих трех цветов махера к нему на какой-то компаньон. Но опять же, на какой компаньон вы хотите? Вы знаете, что еще многие сейчас... Часто бывает такое, что в носки добавляют махер к носочной пряже. Это не редкость. Это очень здорово и классно. Я это тоже люблю. Особенно те, кто хочет потеплее. Может быть, опять же, те, кто носит дома. Или есть старая носочная пряжа, которая вдруг там... Ну, не такая красивая, как эта. То часто бывает такое, что вот к этой пряже добавляют махер на всю длину. Да, просто параллельно вяжут две нитки. Но тогда мы махер берем в тон основной нити. И тогда у нас получится как дымка. То есть у нас вот этот махер, он даст такую легкую дымку для всей вот этой пряжи. Она станет менее яркая, чуть более припыленная. И так можно поступить с любой пряжей, как бы, ну, с любой расцветкой аркабалена. Да, можно, опять же, затенить ее всю белым. Можно выбрать какой-то один цвет определенный. Да, и всю ее запушить вот этим, например, там, не знаю, ту же фуксию запушить вот этим розовым махером. Ну, абсолютно любым тут можно тоже повыбирать. Хаки. Хаки махеров нет таких цветов. Понимаете, в чем проблема? В том, что у махеров не всегда бывает вся палитра цвета. Их, как сказать, недостаточно. Вот прям грязные хаки в махере встречаются крайне редко. Вот, поэтому вот здесь больше белого цвета, светлого. Поэтому я бы, наверное, сюда добавила белый махер. Если просто в целом, да. А если в свитер для мужа, то понимаете, что вот вся вот эта белая штука, она станет пестрой из-за махера. Мы же показывали, сейчас покажу еще раз образец, да, с махером. Получается, что... Сейчас дойдем до сюда, до нашего радужного стола. Вот, получается, что в тех цветах, где пряжа совпадает с махером, все окей. А там, в котором она получается контрастной, получается вот такой пестрота. Поэтому у вас будет вот в цветах пестрый. То есть я бы добавляла махер такого цвета, которого все-таки большинство. То есть, например, вот к этому цвету свитер для мужа. Вот я, например, вижу вот такой. Свитер для мужа. Я бы взяла вот эту пряжу и добавила к ней черный махер. Ну, вот гипотетически, да. То есть вот берем пряжу, вот добавляем черный махер. Все, у меня все не рухнет, я покажу. Вот, вот так. То есть и вот это было бы вообще отлично. То есть у вас сохранилась бы и расцветка пряжи, поскольку основная здесь нить темная. И в то же время вот было бы пестрого, но было бы его немного. Вот свитер для мужа я бы такой связала. Если вы хотите именно свитер с махером, да, потеплее. Пишите, какие еще варианты для вас добавить. Ну, опять же, и носки тоже было бы классно. Пишите какие-нибудь свои идеи, варианты, на какой свитер и на чей подобрать вам пряжу. Еще вот такая есть красивая, но это шестинитка. Это толстенькие мы с вами смотрим. Вот это шестинитка, вот это шестинитка, но они на сайте все подписаны. Давайте еще немножечко покажу, что есть, значит, по хлопку. Из хлопкового аркоболена есть два цвета. Есть вот такой синий, да, синий с индиго. И опять же тоже у нас есть, поскольку два конуса, мы с вами можем очень хорошо увидеть, что внутри. Я причем их специально сфотографировала в карточку товара 2. То есть вы там полистаете фотографии, там они обе есть. Потому что вот часть мы видим на срезе вот такой бок, а на одном из срезов мы видим вот этот цвет. То есть мы можем понять, что у него есть внутри вот такая светлая секция. Да, это хлопок у нас с вами стопроцентный. Вот, очень хороший, приятный. Сейчас я вам покажу примерно, как ложится основное полотно. Но здесь надо нам, конечно, лучше связать образец. У нас был уже аркоболена носочный, который хлопковый. Да, он у нас был вот в таких цветах. То есть вот так он ложится будет. Это вот этот кусочек смотрим, да, или вот этот кусочек смотрим. У нас из него тоже много связали. Он не пушистый. Вот он как хлопок. Ну, немножечко ворсик выходит, конечно, после стирки, потому что он мягонький. Вот, то есть вот такие примерно, вот такой у нас был. Вот это тоже хлопок, извязанный. Вот как раз здесь попала секция и пестренькая, и попала секция светлая. Это вот что-то, наверное, типа вот этой как раз здесь. Кусок попал в образец, да. Вот есть два цвета. Два обалденных, красивых. Они все замечательные. То есть их не так много. Вот это, получается, гамма такая бирюзовая, лазурная, морская. Морская волна. Тут все-все-все переходы цвета. Вот. И, соответственно, вот этот синий. Темно-синий и вот с небольшой светлой вставочкой. Два цвета. Это хлопок. Он стоит абсолютно так же. Метраж здесь 350 метров. Вот такой вяжется на спицах примерно 3,5. Я шапку еще из толстого аркоболена вязала. Классная Николица. Ну, опять же, здесь еще раз повторюсь с вами, что пряжа есть разная. Есть шерстяная, есть меринусовая. Поэтому в зависимости от того, какой... Если на шапку, то лучше уточнить. Да. Светло-зеленый миссони был. Кончился к нуге, красиво было бы. Да, к сожалению, закончился светло-зеленый миссони уже давно. Плед от центра спиралью. Ну, отличная идея. Да, можно. Ну, я очень люблю, говорю, что и мне очень нравятся зигзаги. Я прям пищу. Мне нравится вот как секции секционной пряжи вообще в зигзаги ложатся. Не могу ничего с собой поделать. Очень красиво. У меня шерсть была. Ну, шерсть мягкая. Вот правда я трогаю большую часть вот этих бобиков. И я не могу сказать, что она грубая и жесткая. Вот самая жесткая поди вот это вот. Наверное, один цвет, который... Ну, опять же, это может быть просто очень плотная намотка. Понимаете? После стирки она становится намного мягче. У нас многие из шерстяной вязали бактус. Он вот из этой у нас Наташа вязала. Вот это была шерсть, чистая шерсть. То есть все чувствуется прямо, что натуральная шерсть. Но, во-первых, она связала рыхлее раза в два от того, как связан образец у нас. И вот эта рыхлость, она позволила пряже раскрыться и стать мягкой. То есть позволила ей стать пластичной. И когда пряжа плотно связана в носке, опять же, мы стараемся сделать ее максимально плотной, чтобы носки были прям носками, да, а не чем-то другим. И тогда она у нас может ощущаться как более жесткая. Если вы ее вяжете свободней, то она будет намного мягче. То есть тоже еще зависит от изделия. Поэтому не бойтесь экспериментировать, пробовать. Так, пряжа очень красивая. Просто вот если вам хочется вдохновиться, берите 150 грамм любого цвета и смотрите на него. Потом что-нибудь придумайте. Скажите, пожалуйста, что значит в зигзаге ложится секционная пряжа? Это значит, когда мы вяжем узор зигзаг. Я покажу буквально вот, довяжу сейчас носочек ребенку второй в школу и покажу еще раз. У нас есть в инстаграме в профиль пост, но уже немножко далеко было. То есть мы когда... А, сейчас подождите, я вам на образце Авроры покажу, что значит зигзаг. Где-то она у нас тут есть. Вот. Секционная пряжа шикарно смотрится в зигзагах. Вот что значит зигзаги. Но это, естественно, узор не для носка, а для палантина. Это мы вязали из секционного махера с добавлением мериноса. Вот здесь по составу это махер и мериносик. То есть, если мы, конечно, без таких дыр сильных свяжем, это будет чуть более практично. Сама суть. Зигзаги, они могут выглядеть, быть разные. Посмотрите, узор зигзаг Миссони. Вылезет в интернете 150 схем. Вы выбираете любую, которая вам по силам. Вот это самая простая, которую можно придумать. Здесь идет 2 убавки вокруг. Вот здесь вот в центре. Они могут быть с центральной петлей, могут без. То есть, сама суть, что мы сделаем здесь 2 убавки. Как бы с этого и с этого края вот к этой петле притягиваем убавки. А здесь делаем вокруг центральной петли 2 накида. Все. И у нас получается полоса вот так вот изгибается. Узор становится ломаным. Да, вот этим зигзагом. Вот. И вся секционная пряжа, она офигительно смотрится в зигзагах. То есть, пока еще я не знаю лучше, что еще можно придумать. Классно смотрятся жаккарды. Просто хотите гладью, можно гладью вязать. Жаккарды, зигзаги. Очень советую носки зигзагами связать. Красиво, неимоверно. И у нас есть схема, если долистаете, не поленитесь и долистаете, то найдете эту схему, и я сегодня сделаю с ней сториз. Если вспомню после эфира, сделаю сториз и вытащу на, как бы, на, чтобы вам недалеко было искать, сама найду и вытащу вам этот узор. И эти носочки, которые я начинала вязать, но сейчас я их уже заканчиваю. Как раз 1 сентября, завтра ребенку в школу. И вот надо носочки довязать. Буквально в 2 дня довяжу и выложу вам готовое. Четырехнитку на каких спицах для свитера? 3-3,5. Возможно, даже 3,5. Если с махером, можно четверкой. То есть, вот этот образец, я не помню, на каких спицах он у нас был. Он связан, но он связан очень рыхло. То есть, очень рыхло, очень свободно, если с махером. Но, возможно, рыхловато. Особенно для мужского свитера. Он будет растягиваться, он будет немножечко бесформенный. На палантин хорошо, на женскую вещь может быть даже неплохо. А для мужского я бы поплотнее связала. В общем, в районе четверки с махером. Если без махера, 3-3,5. Выбирайте сами уже в зависимости от своей плотности. Потому что мы настолько все по-разному вяжем, что я боюсь загадывать и боюсь все время говорить вам что-то определенное. Да, давайте посмотрим с вами, значит, еще одну пряжу. Хлопки мы с вами посмотрели. Показала я два цвета. Вот этот темно-синий вариант и вот этот. Так, и давайте посмотрим, какая еще пришла пряжа. Поскольку у нас эфир, тут есть возможности поболтать. Потому что в сторис все равно ты ограничиваешь себя. И я понимаю, что иногда я хочу вам рассказать, но у меня получается очень долго для сторис. И, возможно, кто-то в сторис не хочет это совершенно... Такие долгие мои тирады слышат. В эфире тут можно хотя бы поболтать. Итак, приехал Махер, две бобинки. Возможно, вы уже встречались с этим артикулом. Это называется Эко Махер. Фабрика G&G Филати. Вот такой он мягонький. Махер на полиамиде, на основе полиамида. Но он очень мягкий. Он не сильно длинно-ворсовый. То есть, опять же, есть у нас люди, кто хочет и любит очень длинный ворс. А есть, кто просто от Махера любит тепло и мягкость. Вот это вариант Махера мягкого. И такого чуть более плотненького, так скажем. То есть, я показывала, когда... Сейчас попробую вот отсюда ниточку выдернуть из этого образца, чтобы далеко не бегать. В классических итальянских Махерах у них очень тонкая нитка основы. И длинный пух. Вот здесь он капельку получается поплотнее. Видите, сама нитка, она тоже сделана с Махером. Здесь его 28% основы полиамидный и 72% Махера. Вот такой он получается. Он чуть более такой... Он удобный для вязания очень. И есть два цвета. Вот этот брусничный. Я не знаю, какой он у вас выглядит на экранах, но вживую он чуть более... Как... Ну вот ягодный. Да, он не просто красный, он не просто бордовый. Сейчас я вот подставлю вам вот эти два бобика носочной пряжи. Он хорошо, ближе к ним. И вы видите, сразу цвет чуть-чуть меняется, перетягивается. По цвету он ближе к красным или розам? Он ягодный. Он не ярко-красный. Вот я сейчас вам показала ближе к цветам, как чтобы носочка на себя чуть-чуть цвет перетянула и вытянула его. А если его с чем-то красным показать... Сейчас я найду что-нибудь... А, вот у нас этот, кашемир есть красный. То есть, вот видите, он сразу как бы вот так вот, да, видно, что он более в малинку туда уходит цвет. Так, по поводу цены на Махер мне бы вспомнить, потому что я не помню, если честно, цен. Посмотрите, пожалуйста, на сайте это будет быстрее, потому что у меня еще ценников нет, пряжа вся новая. Я буквально вот еще только-только вам показываю. В сторис сегодня выложу с ценой. Если не торопитесь, то посмотрите в сторис. Сейчас после эфира выложу с ценами. Называется Эко Махер. Можете попробовать найти просто по названию на сайте. В районе 500 рублей плюс-минус, по-моему, что-то типа того. Не помню точно. Ну, как обычный Махер на полиамиде. Может быть, по-моему, 560, если я не ошибаюсь. Вот, не буду врать. Бурый томат показывает. Ну, у вас и телефоны. Бурый томат. Ну, кстати, вот вы знаете, сейчас томаты созревают, и некоторые сорта томатов, они вот как раз в такой цвет немножечко отдают в розовый. Знаете, ой, какие же помидоры-то продают сорт? Я вот не знаю, в ларьках продают. Какой-то абаканский розовый, вот что-то типа того. То есть, что-то есть у него вот в этом. Ну, красивый цвет. Женщинам очень идет, ну, большинству из нас. А, кстати, знаете, как могу показать? 560 рублей. Спасибо большое, Наталья. Вы прям моя спасительница. Сейчас я покажу на себе, попробую вот приложить к себе. Вот смотрите цвет. Да? Очень красивый. Мне нравится. Вот такой цвет. То есть, он не холодный. Он не холодный. Но и не ворвиглаз. Потому что, может быть, бывают такие брусника, прям брусника ворвиглаз. Он такой слегка припыленный. Красивый оттенок. Метраж у него 700, получается 750, по-моему, метров. Да? Сейчас посчитаю. Это еще 500. Да, 750 метров. Опять же, обычные махеры тысячиметровые. Почему вот, да, они тоненькие и они отличаются? Потому что он чуть поплотнее. Поэтому его легче вязать в одну нить. Если кто-то хочет махеры вязать в одну нить и боится, что он не сработается вот с этой пряжей, которая тоненькая, то можно взять вот эту. То есть, он поудобней, так скажем. Да? Слушайте, вот, не знаю, у меня четкое и стойкое убеждение, что с махеры шапки не вяжут. Но это мое личное мнение. Если вы хотите шапку не Бини, а вот именно Токори, когда вяжут в три нити, обычно вяжут ее в три сложения махера. И уходит, сейчас я вспомню, сколько уходит. То есть, уходит три матка по 25 грамм. На нее, то есть, 75 грамм, ну, 100 грамм в крайнем случае вам должно хватить. Что вы из него видите и каким узором? Слушайте, я из махера вообще сильно узора не вижу. Мне нравится махер в своей, как бы, фактуре, да? То есть, я из него вижу просто расслабленную гладь, если говорить о каких-то узорах. Может быть, ажуры. То есть, вот, махер что любит? Махер любит ажуры. Махер любит какие-то вот убавки-прибавки, да, которые будут еще видны. Сложный ажур, простые ажуры, неважно. И он, и гладь. Если какие-то косички крутить, ну, это надо вязать очень плотно. То есть, можно из него вязать узоры, но тогда его надо вязать плотнее. Не так расслабленно, как мы обычно вяжем махер, да, воздушно, а более плотно. Тогда можно и узоры вязать, но тогда уж просто можно взять какой-нибудь махер в основу. Ой, махер, говорю, меринос в основу, добавить к нему махерчика, и тогда вязать вот эти плотные узоры. Опять же, можно, вот как вариант, я уже показывала, да, что эта пряжа отлично вот поэтому к этим цветам подходит. Можно вот сюда ее добавлять. Видите, как она классно сюда подойдет. Кофты, кардиганчики легкие, в две, в три нитки, но в три это уже совсем шуба будет, а в две хорошо. Кстати, вот к этому цвету тоже получится неплохо. Сейчас попробую вам показать. Вот так, смотрите, как классно. Вот этот махер можно, например, добавить полностью вот к этой пряже и прямо свитер связать. Смотрите, как красиво. Мне вот этот вариант очень нравится. Сколько на карде до середины бедра, 48 размер на зиму. Смотрите, кардиганы и вообще все вещи на... Ой, плечевые, они меряются примерно по метражу, да, то есть примерно вы себе рассчитываете, что у вас будет метраж, например, где-то в районе кардигана до середины бедра, ну, наверное, 1800, максимум 2000 метров. Если вы будете вязать в две нитки, ну, в одну я, наверное, себе сильно не представляю кардиган, в одну нитку, хотя он будет легкий. Проходите, покажите, конечно. Я тут больше болтаю, чем показываю уже. Вот, то есть кардиган в одну нитку, он смелее. Можно? Да, забирайте, забирайте, отматывайте, конечно, можно. Вот я махер к ней показываю, смотрите, как классно, как цвет подходит. Самое то. То есть, если, например, вязать кардиган в две нити, то мы метраж делим пополам, у нас с вами получается в районе, то есть 750 пополам получается 375 метров, и мы искомую длину нашего кардигана, там те же 1800 метров, делим на 375. В уме я, к сожалению, сейчас вам этого не посчитаю. Я понимаю, что это будет где-то от 450 до 500 грамм примерно, вот. Ну, вот примерно такой расход, да, если вы будете его вязать вот прям такой хороший, плотненький кардиган. Если вы будете вязать рыхло, например, на спицах шестерка, то у вас идет значительно меньше, у вас идет где-то 250-300 грамм приблизительно, да. Поэтому тут очень сильно зависит от того, как вы будете вязать. То есть на шестерках один расход, на тройках с половиной совсем другой расход. Я вязала палантин, насадив бисер, очень нежно смотрится. Да, можно бисер, можно какую-то нить с пайетками добавить, если она в тон подходит. Второй цвет этого Эко Мохера, это вот такой сизый, я бы его назвала, да. Он серый, серый с небольшим таким отливом, с лавандовым, сиреневатым. Вот если, опять же, с Аркабалена, раз уж у нас сегодня эфирно-сочный, да, с этим цветом Аркабалена, они как бы дружественные. Единственное, что вот этот цвет получается у нас с вами такой очень яркий, чистый, а вот этот, он такой припыленный, такой пыльный цвет, но тоже очень красивый оттенок, тоже многим пойдет, они такие универсальные, знаете, и блондинкам, и бронеткам, и взрослым, и молодым, в общем, всем на свете. Вот такой он получается, такой серо-сизый цвет, очень красивый. Шиншилла? Да, можно, можно шиншиллой назвать. То есть два у нас Мохера пришло, вот таких цветов. Посмотрим, поработаем с ними. Вот, пришел, не знаю, для кого будет, кто ждал его именно у нас, у нас пришел Як с шелком, с кашемиром, артикул Эко Скай. Мы тут уже впечатлились, тоже связали образец. Вот эта пряжа, она существует только в одном натуральном цвете, то есть поскольку Як нельзя покрасить, ее пока сделали только в цвете. Не хочет у меня стоять ни на той, ни на той. Сейчас тут просто понадежнее пирамидку поставлю, чтобы поднять вам повыше цвет. Вот, то есть вот этот артикул Эко Скай. Вот так он выглядит в образце. Видите, какой пух? Это состав. 50% шелк, 40% як и 10% кашемир. Вот такой состав. Метраж получается, сейчас тоже опять же на вскидку, 1400 на 3. Ой, в районе сколько? 400. 400 с небольшим метров. Вот такой образец мы связали, постирали машинки. Такой он красивый. Очень модный цвет. И видите, вот этот пух Яка, он такой, создает такой интересный, когда складочка сворачивается, да, вот здесь, как затемнение такое. Очень красиво, игра такая с пуха вот этого темного Якового. Видите, да, вот этот момент? Вот сюда вот, если посмотреть, очень красиво. Эстетика. Эко Скай еще бывает коричневый? А, ну возможно, просто вот насколько я знаю, вот он только один вот такой, как бы натуральный цвет. Бывает, может быть, темно-коричневый. Вот у нас только пока такой есть. Пока в одном цвете. И у нас пришел Кашемер. Вот такой обалденный тоже. Мы тут связали эти два образца и ходили, щупали, не знали, что же нам больше нравится. Вот это получается Як. Он немного блестит за счет шелка. Вот этот, несмотря на то, что шелк где-то внутри, за пухом Яка, вы видите, да, что опять же на каком-то сломе вот этот плеск шелка, он виден. И очень интересные, получается, говорю, перепады от темного к светлому очень красиво играют. Мне, знаете, кажется, очень красиво будут узоры смотреться. То есть, где что-то будет наверху, то шелк будет высветлять. То есть, он такой прям богатый по оттенкам цвета, получается. Хотя, вроде, один цвет классический, такой темно-бежевый меланж. Вот, получается, он играет с светом за счет состава своего. То есть, он вот в этих местах высветляется. Видите, как красиво. Вот, это Як. И вот рядом Кашемер. И вот мы не могли выбрать, не могли решить, что же нам нравится больше. Потому что Кашемер, он матовый получился, но он более пушистый. Видите, какой у него пух. Петель намного меньше видно. То есть, вот видите, да, здесь четкая петля, здесь уже такая приглушенная. Вот мне подсказывают Як 920 рублей. Кашемер, по-моему, 980. Если мне не изменяет память. Араны будут супер, да. Араны будут очень красиво вообще. Прямо вот этот. Прямо я бы с ним с удовольствием поработала. Но пока, правда, другие планы. Но обязательно его добудем еще. Вот. И вот такой Кашемер. К Кашемера пришло артикул. Вот меня муж вчера ругал за то, что я неправильно произношу. Ревьеву. Как-то он говорит. Я просто сила ревайв, а он говорит ревьев. В общем, на какое-то мнение себе выберите, какое название вам больше нравится. И у него есть 5 цветов. Мы отвязали, отстирали только один. Вот этот как раз тоже натуральный оттенок. Они, я говорю, с Яком очень похожи. Вот они выглядят вот так. Як слегка светлее за счет шелка. А так, в принципе, цвет очень похожий. Вот эти натуральные оттенки. У Кашемера есть еще темно-синий. Есть светло-кремовый. Есть красный, да, насыщенный. И графитовый серый. Сейчас достану. Покажу. Лишь бы у меня там ничего не свалилось. Вот так. Графитовый серый. Ну, как бы классика, да, классика всех цветов. Еще у нас пришла новая пряжа. Но просто пока про нее скажу. Потому что мы даже не связали еще кофиру образец. Свяжем, обязательно выложим сторис или сделаем пост. Это новый артикул. Для нас мы еще его не успели отвязать. Я думаю, что на машинке в одну нить, руками, наверное, в две. Это артикул голд. Но тоже кардный. Не тот голд, который гребенной кашемир, а именно кардный. И здесь получается 70 на 30 меринос с шелком. Ой, кашемир с шелком. А нет, это я вам взяла цвет этот, значит, вот этот голд. Сейчас откопаю. Они одинакового цвета. Просто. Так, вот. 70 кашемир, 30 шелк. 750 метров. Нет, вот этот потолще у нас получается. Это кашемир потоньше. Вот этот можно даже попробовать в одну руками вязать. Он такой достаточно плотный. Но мы его еще не вязали. Поэтому даже не могу показать образец, еще не успели. Артикул лукашемира. Сейчас я вам... Можете заскринить. Как правильно пишется. Ревьев. Можете заскринить, посмотреть, выбирать на сайте. Вот, в принципе, в моточках тоже была новая пряжа, про которую ты не рассказала в том эфире. Можно про нее рассказать? Оль, давай я на нее, как бы, пробегусь по ней. Но, в общем, так получилось, что тут эфир у нас не очень хорошо записался. Точнее, не записался от слова совсем. Вот, поэтому я сделаю отдельный эфир. Точнее, не эфир, а просто запись на YouTube. Просто запишу на обычную камеру. И еще раз расскажу про всю фэшн-коллекцию Лана Гата уже подробнее и подробнее, чтобы это все было в хорошем качестве. Мне совсем не нравится. И, честно говоря, меня расстраивает выкладывать эфиры с Instagram на YouTube. Потому что они загружаются туда в таком отвратительном качестве, что смотреть просто невозможно. И, вроде, не выложить я не могу. Поэтому я решила даже не пытаться его вытаскивать и сохранять. Записать все-таки отдельно ролик. Да, возможно, потребуется капельку времени. Я не успела рассказать про вот эту пряжу Олимпик. С ней была история какая. Я когда еще, ну, немножко такой экскурс, у нас с вами есть 10 минут, и как раз расскажу. Значит, мы когда приехали на выставку... Жень, а где у тебя вот этот, который начала вязать? Значит, когда мы приехали на выставку, я пришла... Ага, да, вот Женя как раз вяжет еще один шарфик, который был. Пришла на выставку и просто взяла, лежал образец, уже связанный шарф, накрутила его на себя и сказала, можно я в этом домой поеду? То есть мне настолько понравилось, насколько это было мягко и приятно и уютно, что я прямо вот взяла, утащила и пошла. Но потом, когда мы заказывали пряжу, и я у руководителя фабрики спрашиваю, а почему же вы нам не показываете вот эту пряжу, которая... Которая мне так понравилась на выставке, да, из которой получается из одного мотка шарф, да, вот из этого мотка 100... Сейчас скажу, 150-граммового получается шарф, такой большой, объемный, или там снуд в два оборота. И хотите, зашейте его здесь, и будет снуд в два оборота. Почему же, говорю, вы нам не предлагаете, не показываете? А руководитель фабрики, он знает прекрасно, что я люблю натуральные составы. Он говорит, так там же состав плохой. Я говорю, да вы чего? Я говорю, какая разница? Какой состав? Она такая мягкая и прикольная, что тут уже не смотришь на состав. Да, состав у нее не самый, может быть, натуральный. Но, блин, качество и мягкость просто на высоте. Состав здесь в основном, конечно, акрил. 65% акрил, 20% шерсть, 15% нейлон. Моток стоит 699 рублей. Здесь 165 метров, 150 граммах. Пишут, что спицу и крючок под 5,5. Ничего подобного Женя вяжет на... Сейчас скажу, на чем? На восьмерках. Это все фигня насчет 5,5. Это производители, опять же, пишут. Вот на восьмерках получается хорошее, плотное полотно. И те, кто трогал ее, видел у нас в магазине, они могут подтвердить, насколько она интересная и прикольная. Опять же, это может быть просто вот фэшн аксессуар. Конечно, из этого не надо вязать, не знаю, свитер на голое тело, да, и говорить, что это вот свитер. Это может быть фэшн-жилетка. Это может быть снуд классный, уютный такой, теплый. Это может быть плед. Вообще обалденный плед получится. Вот, в общем, много вариантов используется. Это может быть жилет, причем жилет получается, но на небольшой размер из двух мотков. То есть у нас был шарф, который мы прикидывали на небольшого человечка. И получалось, что из шарфа получается как бы полочка-полочка. И, соответственно, из второго мотка получится целая спинка. То есть из желе-жилет из двух мотков. Тоже прикольная штука. Такая она уютная, мягкая и теплая. Букле на манжеты. Можно наоборот, из букле связать основу, а рукава, например, сделать какие-то уже, ну, из классической пряжи. Так, в моточках была новая пряжа, в которой... Я не знаю, про какую я... У нас в моточках сейчас вроде пришла только Лана Гатта, поэтому я только не рассказывала про это. Мало я рассказала еще в том эфире про Бульвео. Это тоже букле. Но здесь состав противовес предыдущей пряжи, он практически вообще, ну, большую часть натурального. Там совсем чуть-чуть только нитки нейлона 14%, остальное шерсть с альпакой. И я показывала, да, ну, вот не на этом цвете, наверное, вот на этом покажу, да, что нейлон здесь только в рамках вот этой нитки, которая создает фактуру букле. Вот этой черной тоненькой оплеточки, тонюсенькой, которая оплетает и с неравномерным натяжением она создает вот эту фактуру буклированную. Но в итоге в образце в изделии ее не, как бы, нету. То есть она там остается вот там глубоко внутри, вот на этих наружных букляшках ее не существует. То есть вы вообще не соприкасаетесь с этим нейлоном никак. То есть он исключительно у вас будет создавать основу пряжи. Вот про Бульвео, да, вот их пол... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть цветов. Вот тоже отличные снуды будут, платки, бактусы, завернутся в уютный, в теплый. Состав здесь очень хороший, его прям приятно к себе. Очень красивый жакет, я про него говорила, который связали сами... Сама фабрика, да, та модель, которую они разработали из нее, вот в этом цвете у нее был связан этот жакет на выставке. Мне сразу на него просто вот глаз притянулся, я сказала, хочу себе такой же. Очень такой, типа, шинельки, жакет коротенький, с рукавом три четверти, без воротника, с такой прям, ну, ровненьким краем отделки горловины. Вот, я такой себе хотела бы, конечно. Бельвюо, по-французски так читается. Наталья, спасибо вам большое, я французский не знаю от слова совсем, я учила в школе английский, немножко немецкий. Бельвюо, спасибо. Спасибо. Постараемся запомнить. Да, на меня его и прикидывали, синий с черным. Да, Оля, это вот этот олимпик как раз и есть. Вот он, синий с черным, который на тебя прикидывали тогда, на жилетку. Вот, здесь всего три цвета, по-моему, да, три цвета. Это розовый-сиреневый, синий с черным, а нет, четыре, красный с серым. Такой прям вот прикольный цвет, такое сочетание интересное. И бежевый с черным. Светло-бежевый, темный-бежевый-черный. Так, ну, вот про всю новую пряжу, про Мирамонти я рассказала. У нас ее сейчас начали брать даже на удивление и на шапочки, на объемные. Закончили мы вязать, Дженни закончила вязать моточек из Мирамонти. Сейчас покажу, какой он получился. Еще пару минуток есть. Бельвю. Я даже за скриню, можно? Конечно, если сейчас ничего не выключу, случайно, вот, за скриню, а то я забуду. Вот такой получился моток из Мирамонти. То есть, я думаю, что три мотка на жилетку хватит точно. То есть, вот, если представить себе, да, ну, у меня, конечно, не до конца. Я тут еще немножко сбоку присутствую, но, условно говоря, вот спереди, вот сзади и на все бока еще моток. То есть, три мотка на мягкую такую объемную жилетку вполне можно из Мирамонти связать. Прекрасный вид переводится. Ой, как приятно. Прекрасный вид. Ну, действительно, да, глаз радует. Вот, Мирамонти в этом цвете у нас пока нет. На него, если вот в начале сентября мы узнаем, останутся ли остатки, можно будет, если его заказать. Они есть в таких самых популярных цветах и нежных. Это вот таком припыленном розовом. Сереньком меланже. И нежно-кремовый цвет. Вот эта пряжа, если кто знает, она, в принципе, очень похожа на пряжу у Рико. По-моему, как-то Лакшери Лайт называется или как-то так. Ну, в общем, вот примерно, да, она такая же фактура, такая же крупная нить. Такие же большие спицы. Вот она. Такая. Мирамонти у нас, получается, стоит 449 рублей. То есть, вот три мотка, можно жилетку уже смело себе связать. Все, давайте с вами попросить чуть пораньше, чем закончится эфир, чтобы у нас с вами ничего не отрубилось. Рада была, что вы к нам пришли. Готовьте деток к школе. Всем завтра хорошей линейки и хорошей погоды на этой линейке. И нам в том числе. Ну, а мы всегда здесь находимся для того, чтобы подсказать вам, что утеплить, кого утеплить, чем утеплиться, да, и как. Мы всегда на страже теплых вязаных вещей. Сейчас у девочки заканчивает совместник по кардигану. И ближе к его концу мы обязательно сделаем, я очень хочу, совместник по жаккардовым носкам, если у вас какие-то есть идеи. И в конце сентября у нас будут с вами перчатки. Это из мелких форм, мы с вами обязательно свяжемся. Все, всем спасибо огромное, что были с нами. Очень приятно было, что вы все к нам пришли. Приходите к нам вживую. У нас всегда хорошая погода, здесь тепло и уютно. Все, всем счастливо, хорошего дня.